Еще о странах, которые некогда были составляющими Советского Союза, это в частности прекрасная Эстония, президент которой обратилась к НАТО пересмотреть доктрины НАТО, поскольку стратегия НАТО предусмотрена, если захватчик, в частности Россия, оккупирует территорию Эстонии, то НАТО в течение 180 дней гарантирует освободить эти территории. Но 180 дней, это полгода, мы увидели, что Россия сделала с Бучей, с Эрпиньом, с другими городами. Для этого потребовалось около двух месяцев пребывания там российских оккупантов. За полгода российская армия сотрет с лица земли всю Эстонию. Об этом сказала президент Эстонии с просьбой, требованием пересмотреть эту доктрину. Столтенберг, генсек НАТО, пообещал, что не допустит НАТО оккупации Эстонии и России. Тем не менее, там прямая граница, там близость, там два озера и с двух сторон прямая свободная граница. Как предотвратить наступление России и захвата небольшой, но замечательной истории? Мы уже видим по Украине, что если россияне только войдут в Эстонию, то эстонский народ может прекратить свое существование в течение месяца. Там это очень просто все. Во-первых, не будем забывать, население Эстонии, насколько я помню, 1 400 000 человек. Это без учета уехавших. Я думаю, там 1 200 000, вот так вот, наверное, находится сейчас эстонцев. Поэтому для России, для этой орды завоевать Эстонию не составит никакого труда. Поэтому я думаю, что НАТО это все понимает. И сейчас идет масштабная переброска войск в страны Балтии, особенно на фоне угроз со стороны России по отношению к Литве, которая отказывается пропускать грузы в Калининград российский. Мне кажется, что НАТО все поняла. Что двойных стандартов больше не будет. Что никто церемонится с Россией и утихомиривать Путина больше не будет. Я думаю, что все в мире понимают, что идет Третья мировая война. И в этой Третьей мировой войне должен быть один победитель. Поэтому или победителем будет Россия или НАТО. Вот и вся история. Если Путин пойдет на Эстонию, он объявит войну НАТО официально, потому что Эстония находится под крышей блока НАТО. И ну тогда что? Тогда я не знаю. Тогда может начнется уже ядерная война. Мир скатился к опасной пропасти, где вообще непредсказуемые будут события, непредсказуемые решения. Мы даже не можем представить себе, что может быть. Если средь бела дня бомбят, бросают ракеты на торговый центр, где находятся тысячи человек, мирных жителей, завтра могут бросить ядерную ракету на город целый. А что нет? А что? Там никаких уже нет ограничителей. Все. Развязаны руки. И кто-то должен в этой войне победить. Я думаю, я надеюсь, что победит здравый смысл в лице западной цивилизации. Субтитры создавал DimaTorzok